приветствую еще раз полуночники я возвращаюсь домой это уже наверное мой пятый эфир за сегодня и я вот что подумала так как я одна теряюсь в трех соснах днем да представьте сейчас короче уже вечер ночь почти темно вот я решила если теряться то хотя бы с толпой потому что когда нас человек 50 вот уже не так страшно потерять все вместе поэтому я так думаю что вы побудете со мной пока я дойду до дома вот так можно фобии лечить страшно ходить одной ночью по закоулкам вот и народ такой пока у меня есть настроение потусить с вами можете задавать вопросы по разбираем дальше ваши вопросики спасибо вам за сердечки классика а темно я заметила очень мало освещения здесь на москва королев так не бойся я с тобой и все у тебя будет хорошо давай тусить стас понятное дело что будет все хорошо с вами так тем более хорошо вот а еще настроение сразу поднимается и по поводу тусить вот тусю с вами самое классное это когда ты выходишь гулять если у тебя еще собака есть вечером с собакой тепло оделся блин красота но мне нет собаки но зато я тепло оделась у меня вон какая курточка для альпинистов так нелли а как дэн в твоей жизни в итоге а как дэн в твоей жизни в итоге появился ты видео начала рассказывать то не закончила да не ешь полностью рассказала там был второй эфир то есть первом эфире вроде как начала во втором продолжила и не договорила там был такой момент когда я загадала на мальдивах написала два желания ой когда мы выживали выживали потом сказали запишите желание сейчас у вас такая движуха сейчас все исполнится я написала что хочу познакомиться со стилистом но я предполагала девочку какую-нибудь подружку вот которая могла бы мне постоянно делать прически там укладывать я люблю подружек полезных вот а все полезные подружки вернее а все мои подружки любят меня как полезную это нормально и второе желание было найти мужа вот я приехала говорю сразу зашла в тиндер познакомилась с денисом я больше ни с кем не ходила на свидание он был один-единственный и я с ним согласилась пойти на свидание только от того что он мне не понравился но как мужчина для жизни там сразу думаю молодой несерьезный но он такой вообще очень странники как я вот но только в другом направлении и у меня просто сказал что он парикмахер стилист я когда я еще даже не знала что он крутой стилист там звезд всех стрижет там десант же работал я еще тогда не знала но слова стилист парикмахер мне уже можно пойти просто кофе попить и дружить я вообще не собиралась замуж за него на первом свидании шла просто подружиться и все и получилось что два в одном комбо стилист вот и и мы просто на первом свидании посидели с ним кафе попили чаю пироженки вот разъехались на второе свидание мы опять встретились кафе и решили что нам скучно в кафе поехали знакомиться с мамой игры ну поехали мы пришли к нему домой это вообще дэн такой зовет меня на кухню знакомит с мамой говорит я сейчас приду и короче часа три его не было я думала он ушел из дома куда-то вот а он оказывается сидел в комнате и ждал меня пока я не познакомлюсь с мамой то есть у меня вообще просто представил и бросил ему три часа с мамой сидели чаевничали и болтали о всем чем можно вот на третье свидание я сказала что ну так как я в москве у подружки была и вещи все мои были у нее я говорю поехали забирать в общем я собрала все чемоданы и короче перевезла к нему домой мама конечно была в шоке мне сказал извиняйте теперь я у вас живу и вообще просто я с вами в афиге и после того как я сказал что у вас живу вот мы через неделю решили поехать купить билеты и поехать на новый год во вьетнам вот приехали во вьетнам у нас было там еще все круто приезжаем а у нас днюха в один день 12 января и решили сразу же тоже повтор истории комбо мы поехали уже потом в таиланд на днюху с нюхи приехали сразу же там на первый второй день как выспались пошли подавать заявление загс вот или ну через месяц нас расписали все как обычно ничего ничего странного это все вопросов больше нет и как же мне теперь идти 1 я даже не знаю что рассказывать так вот оно как бывает да именно так спасибо что поделилась стас стыку твой стас ветер здесь мне теперь нехорошо никого нет улицы пустые расскажи почему небо голубое таких потому что наверное мы хотим наблюдать так почему хотим не знаю почему то это хорошо такие вопросы конечно ставят в тупик сто процентов или сегодня чистила фото века там еще около тысячи осталось мне не нравится это значит я цепляюсь за прошлое ну да мне тоже нравились мои фото я за них держалась мне сергей далматов дал дал из-за своего телефона там около 10 тысяч фотографий а я в день там чуть ли не по тысячи делала потом удаляла там сто двести оставляла он такой смотри что без телефона останешься я так это не удалю каждый день ему обещала в течение месяца потом купила новый телефон и он говорит на новый телефон семьи на десятку не перекидывай фотки формат не этот телефон и все и снова в живее я сказала нет короче неделю там или приучилась что-то перекидывала у меня фигня с коннектом перекидывались что-то там не получалось то ли интернет был стрёмный в общем я беру этот новый телефон десятку сажусь в вертолет мы летим над вулканом на Бали и новый телефон за всеми фотками а восьмерку я уже форматнула просто улетел на вулкан и так я поняла то что не хочешь на или по-хорошему а желание есть то отберешь по-плохому и еще у нас такая фишка была что все компьютеры кто приезжал с компьютерами на обучение всегда ломались вот у всех и всегда и в конце обучения они вдруг включались и даже у Марианны это было очень классно когда просто выключили все телефоны и компьютеры в течение обучения никто не мог ничего поделать с ними а потом домой уехали все вот мистика включились так Нелли если мужчина употребляет травку что во мне не так ты ищешь внешние источники наслаждения внешние источники вдохновения внешние источники ну что наркоманы получают представь что это ты наркоман и что ты с помощью этого получаешь то есть он просто тебе зеркалит о том что пора обратить внимание что ты зависла подвисла на внешнем ну что ты хочешь взять извне а это можно сделать изнутри получить это нужно разбирать что именно но наркоманам что они наслаждение получать потом конечно у них зависимость естественно потому что внешние источники отбирают энергию это иллюзия того что вы можете наполняться от внешних источников также как иллюзия что вы можете извне получить какую-то информацию извне получить знание не можете так все вопрос вопросы исчерпаны пока вы не осознаете на ну на что вы завязали то вам окружение будет это показывать то есть вы будете видеть людей которые зависимы от чего-то от еды обжорства до зависимые от наркомании алкоголя зависимые от людей зависимые от внешних источников там любви когда вы видите там как ваша подруга рыдает по ночам в подушку или вы сами это все зависимости внешние это просто ваше отражение чего вы зависимы на самом деле и вам нужно срочно это получить как получить энергию как получить любовь к себе так как получить эту радость изнутри вот с этим вы должны разбираться как получить знание изнутри знания ну это просто обращаться к себе не искать его вовне а просто сидеть и слушать себя почаще замереть медитации очень хороший способ ложитесь стойте не знаю просто замрите и начните слушать свое тело начните слушать свои мысли начните слушать импульс порыв души куда вам хочется пойти что-то сделать если вам хочется лежать блин лежите до тех пор пока вы не встанете и скажите да я уже это лёжка на диване просто реально не вставая до тех пор пока у вас возникнет желание чтобы новое желание вас возникло нужно принять это самое главное вообще самое главное принять то желание которое есть например у меня есть желание умирать я принимаю и прочувствовать что да согласитесь с этим примите то что да я хочу либо я хочу лежать на диване ничего не делать я хочу для просто застыть и все примите это как только вы принимаете у вас возникает уже новое желание уже встать уже начать жить уже начать что-то делать примите то что да это я наркоман это не парень мой наркомане да я наркоманша это я завишу от чего-то от него зависит от внешних источников тепла у кого-то дома вода течет ну там крайне допустим это тоже знак утекает источник какой-то вода это жизнь жизненный источник у кого-то там лампочки мигают тоже зашкаливает ваша энергия вы допустим не туда и направляйте либо ее вам не хватает если она мигает очень много знаков но вокруг просто начните анализировать а это что с вопросом да а что сейчас чувствую а это что что это мне это показывает и что это за опыт вот и когда вы перестанете на внешние источники все эти ориентироваться тогда уже жизнь конечно забьет ключом изнутри и вы наполняя сами будете наполнять всех людей вокруг вдохновлять всем станет хорошо всем но только когда вы в первую очередь займетесь собой потому что вы творец своей реальности и все люди ваша реальность это просто проекция клеток головного мозга все что вы видите так и опять же потерялась так это дверь это магазин там не по-моему дальше может у меня какой-то критимизм нет не потерялась с потерей в пространстве в пространстве это тоже знак что я потерялась в чем-то потерялась в каких-то мыслях может быть что-то с тобой не разобрала может быть сейчас этот момент пройдет сколько написали а может он просто не может видеть этот мир в таком свете и ищет другой ракурс вот это вы не можете видеть такой мир и ищите другой ракурс он просто ваше зеркало то что он ищет вы никогда не узнаете никогда не познаете вы за него не сможете ответить на вопросы почему я веду эфиры эти вы думаете я для вас их веду я веду для себя с каждым вопросом то что я говорю это что говорю я даже не осознаю что говорю у меня нету ни секунды задумывания какого-то что вот блин проанализировать я сейчас на этот вопрос отвечу вот так вот так вот так вот так вот так у меня такого нет я просто беру и говорю и в это время когда я отвечаю на эти вопросы я понимаю что я себе это говорю и у меня в мозгах щёлкает. И каждый раз, работая с людьми, я работаю для себя. Если вы будете так же в единстве с миром, понимая, что вы и все люди вокруг вас — это тоже вы, когда вы будете вот так едины со всем, в духе, можно сказать, да? Когда вы есть дух, вы едины. Тогда вы сможете и людей исцелять, там, не знаю, что угодно делать с ними, потому что вы будете это делать с собой. Но когда ваше сознание будет расширено на сознание людей. Мне вот интересно, люди, которые не в теме заходят сюда, они вообще думают, я с ума сошла. Так меня послушать со стороны интересно. Ну, кто в теме, то, конечно, понятно всё, о чём я говорю. Сейчас почитаю, что вы тут написали. Очень интересно. Кстати, до дома дошла. Самое интересное, что не потерялась. Удивилась. Так, класс, спасибо, что поделились. Так это хорошо. Про небо голубое мы читали. Прическа классная, даже на ветру. Спасибо. Ну, тут часть не прически, а волка какого-то. Так. Очередной лишний раз покрасовалась. Я люблю себе комплименты делать через вас. Круто. Так, Нелли про Краснодар. Планы ты говорила про девушку только одну. Я из Краснодара, поэтому интересуюсь. Я вообще ничего не могу понять. Вы о чём? Я еду в Краснодар, и у меня будет обучаться одна девочка, с которой мы будем обучаться и делать игру. И всё. Если кто-то хочет на обучение, welcome, но обучение на 10 тысяч евро. Вживую, онлайн, 3. Поэтому вот такие у меня планы. Без плана. Так, про травку мы тоже читали. Существует ли объективная реальность? Опять вопрос. Я же его отвечала. Или у меня в это время телефон сел. Но объективная реальность это то, что вы видите вокруг. Но если в реальности 3D живёте, где вы находитесь в позиции, в пространстве времени x, y, z, точки координат, то есть из прошлого идёте в будущее, время определяет вашу точку, то объективная реальность существует. Но если вы в 4D, допустим, или в 5D, или ещё дальше, и в причине в себе, тогда нет, тогда не существует. Тогда это всё иллюзия, весь ваш мир. Замужем 5 лет, живём вместе месяц и 3... Живём вместе месяц из 3-4 месяцев. Муж в командировках в другой стране. И... Ну и хорошо. Есть время заняться собой. В общем, наркоманы, алкоголики, они видят мир по-другому. Часто очень видят не только этот мир. Согласна. Но это зеркало ваше, о чём я уже говорила. Нелли, благодарю за видеоответы. На YouTube очень много сознаний. Я вас тоже благодарю, что вы смотрите. Мне вот вообще интересно. Я когда-нибудь из 5 тысяч подписчиков когда-нибудь выберусь хотя бы на 10? Спасибо. Я сама сижу на сладостях, не знаю, как отказаться. Но если вы зависимы на сладостях, то вы зависимы как раз таки от того... от радости, короче, внешне вы зависимы. Ну, потому что вы в глубине души понимаете то, что это ваш источник вдохновения. Вот. Но ищите другие просто источники. Вы не знаете их, как заменить. И то, что сладость жизни может быть по-другому. Не только во внешнем. Не моем... Так, вопрос. Не пойму, что я не принимаю в себе, если мужчина на расстоянии все время. Я за вас ответ не дам. Как подключать ответы из единого инфопространства? Это общение с духом, возможно, рамка. Или это тоже ответы от духа? Я хочу так сказать. Все, что вы видите и слышите, любая мысль, это все вы, это все ваши ответы, если вы умеете их интерпретировать. Для этого просто тренировка, тренировка. Шарады когда-нибудь разгадывали в детстве. Вот хорошая тренировка, попробуйте поразгадывать шарады. Это когда угадай слова, смотри на табличку, где-то буквы убрать, где-то добавить. Это все креативное мышление развивает. Если вы видите этот мир и начинаете сами с собой рассуждать, вы же есть дух, вы же сами себе вопросы задаете, вы сами себе должны отвечать. Если вы услышали голос из вне, это уже, как я не раз говорила, шизофрения. Но это как бы мое только мнение. Возможно, вы слышите какие-то голоса извне от кого-то чего-то. Не знаю. По мне, так вы есть все. И вы не можете услышать. Если вы себе доверяете, тогда все ответы, которые бы вы не придумали, они ваши. И от вас, и вам. И зачем-то именно в этот момент вы их придумали. То есть включайте вашу фантазию, пробуйте так получать ответы. Когда вы от ума придумываете, анализируя через шаблоны своего мышления, ответы, они получаются такие шаблонные, правильные, нормальные. А когда вы сами себе ответ от Духа даете от коллективного сознания, тогда ответ будет такой «Ох, точно!» Это как озарение. Вы просто понимаете, что так оно есть и все, ни почему. И не надо вам объяснения, правильно это или неправильно. Если вы анализируете, правильно или неправильно попытаетесь подогнать под шаблоны, то, конечно, это уже от ума идет. Я не знаю, как по-другому вам это объяснить Это даже невозможно объяснить Возможно у кого-нибудь из проводников Пройдите дикшу После дикши ответы прут Или как часто ты общаешься с родителями Да я постоянно общаюсь с мамой У меня мама научилась первая в инстаграм мне звонить Хотя я вообще не умею Я ей, кстати, ни разу не звонила через инстаграм А она мне каждый день звонит Папа с моря сейчас пришел Вот буквально с ним общалась Несколько дней назад И в Краснодар поеду В Новороссийск к нему в гости заеду Короче, у меня с родителями вообще все хорошо Так, раз написала вопрос, эфир завис Второй раз написала, ты пролистала Интересно, да, Ольга Не знаю, почему на твой вопрос не отвечаю А тема вообще какая? Не в тему вопрос был Да темы нету, никакой Я живу без темы и без плана Тема проводить наряду Ой, да, Стас, это точно Вы меня проводили, видите Я опять у этого любимого подъезда сижу Вот, сходила сейчас в гости к маме мужа Там Оказывается, полный дом гостей был Все родственники, бабушки, дедушки Сестры, их дочки Братья, сестры, короче Там целая куча людей было Вот И огромный шикарный стол Я наелась до отвала И Моему мужу передали еды Потому что я недели ничего не готовила Вообще, короче Сама не ела И вот полный пакет Всякой вкусняшки принесла мужу Как Красная шапочка Так, у Нелли У сына функциональное расстройство кишечника О чем это? Ну, он Опять же, он Это ваше зеркало Кишечник символизирует очищение Ну, вот смотрите Что за расстройство вашего очищения? То есть, вдох Это мы берем Это принятие женское Выдох Это мы Живем так Вдох-выдох То есть, принимаем Отдаем И что Если тело показывает Это просто сигнал Если кишечник Очищение То Где-то что-то вы не отдаетесь За что-то держитесь Ну Проанализируйте Вот в этом случае Поиск салона того же Так Не знаю к чему Благодарю Нелли Всех, кто откликнулся Нелли, привет А зависит ли дикша от человека Который ее проводит Или здесь только от принимающего идет Зависит, конечно, и от человека От принимающего От двоих Проводник И получающий Естественно Влияет ли сила и темперамент Человек, который делает Темперамент не влияет А сила влияет, конечно Вот этот поток энергии Насколько чистый канал У человека У проводника Вот Есть такие люди Которые просто смотрят на тебя И видят твое прошлое Будущее Да Есть люди-медиумы Есть люди Очень сильные люди Есть люди Сильные энергетические В которых Просто Импульс Вот этой движухи Я не знаю Просто слов Не нахожу Как это объяснять Очень сильный Мощный Да Есть такие люди И таких людей На планете На самом деле Немало Вот И проводники Конечно же Тоже есть Которые только-только Начинают Учатся И те Которые уже Довольно-таки Долго практикуют Свою работу Поэтому Разница есть Ну и с чего Начинать трансформацию С обид Чувства вины Исцеления С чего Благодарю К чему душа лежит С того и начинай Ну то что тебе больше интересно Привет дорогуша Ты супер Спасибо Столько пользы несешь Благодарю Но я уже Как объяснила ранее Я несу пользу Только для себя Я когда вам отвечаю Я очень много Сознаю Мне кажется Вот эта болтовня моя Вот Сегодня Вот эти ответы На вопрос Короче Вот за Вот эти пару недель То что я начала выходить В эфир Равняется Наверное Там трехмесячному Моему Интенсивному курсу Трансформации Я так думаю Потому что Я очень много Сознаю У меня даже Говорю с вами Трансформация С налоговой Быстренько Произошла И с мужем Мы собирались Разводиться Тут бац Короче Любовь Морковь Сейчас придет Вот У него все Поперло Хотя Ну как Он стилист Он стрижет Там Красит У него всегда Были клиенты Ну я говорю Ну ты блин Застрял уже В одном Давай развивайся Дальше И у него Тут Салон Выстреливает Обучение Короче У него Такая движуха Пошла Ну потому что Я тоже начала Творить Новое Опять что-то И смотрю Мой мужчина Вовне Он просто Отражение Моего внутреннего Тоже творит И я Блин Кайфую Поэтому Вот эти все Общения Ну как бы Я для себя Делаю Если вы В работе Будете Опираться На себя В первую очередь Это как Если самолет Там Падает Ой ужас Какой Ладно Не буду Про самолет Падает Просто Если что-то Случается Маски Выпадают Да Мама сначала Должна себе Маску А потом Ребенку И здесь Точно так же Я сначала Должна себе Помочь Любой человек И этим самым Он может Помочь Уже Своему Отражению Вовне Игра в Краснодаре Это та Сергея Игра Нет Это не та Сергея Игра Я даже Вот не хочу Говорить Мне Или скажу Каждое видео Уже Это говорю Историс Выпускала Была в Черногории Делала эту игру Я ее делала Сергей делал Олеська ее делала Тати Татьяна Мариана С Леной Наблюдатели Были Мы делали эту игру А потом Ну Сергей Как бы сказал Это его игра Ну хорошо Раз я ни при чем Я эту игру Порвала Порезала Выкинула И создала Свою собственную И она вообще Другая Не похожая И она Очень крутая Немного Анонса Про игру Я хочу ее Запустить Во всех Магазинах Но пока Еще не знаю Как это Будет выглядеть Россия И сделать Онлайн Приложение И Как открыть Ну любой Там Тысячу один Талант И уникальную Ценность Либо Вопрос Какой-то Свой Решить Короче Так Благодарю За видео На ютуб Благодарю Вас тоже Что вы Смотрите Что есть Недоверие Людям Но это Недоверие Себе А не Людям Вместо Вместе С Шарадой Можно поработать С ответами На 9 вопросов Почему Не совсем Понимаю Конечно Ну наверное Да Можно Стас Ну или Как ты Относишься Картам Таро Оша Оша Дзен Таро Да Сайт Зорба Будда Мне очень нравится Я Раз В две Недельки Раз в недельку Или там Раз в месяц Ну иногда Короче Периодически Если мне интересно Вытаскиваю Одну карту дня Я не гадаю На них Просто карту дня Ответы шедевральные Гениальные Всегда В точку Но Включился телефон Потому что зарядка Заканчивается Я буду сейчас Отключаться Но Интерпретация Которая написана То есть в начале На карте написано Обозначение А потом интерпретация Перевод Ну чей-то Вот этот перевод Лучше не особо читать И вдаваться в него Читайте саму интерпретацию Самой карты И по технологии Причины в себе Не по технологии Просто через причину в себе Осознавайте Этот момент Вот Потому что Устарела интерпретация Этих карт Ну для 3D подходит Для 4D эзотерики Тоже подходит Для 5D Я так думаю Не совсем Вообще Карты классные Мне очень нравится Что такое дикше Дикше Любви Ну я уже так не называю Это когда Проводник делает Раскрытие сердца Человека И наполняет его Из его внутреннего Источника энергии Но так как я сказала Что я уже не в 5D У меня картина мира Вообще поменялась Что энергии нет Я говорю сейчас Что у меня картина мира Абсолюта Где нету Даже переменных Вот этого Времени Координат Координат Положения пространства У меня этого нету Потому что я во всем Все сделано из меня Я говорю про слово Что я из слова Слово я Тоже из слова Слово из слова Все сделано из слова Все можно растворить Все можно создать И Вопрос был А Про дикшу Я переименовала То что я делала В движение сердца Я запускаю движение То есть Вот этот некий Какой-то пинок Чтобы у человека появился Внутренний импульс Импульс Вот эти-то И движухи Чтобы его наблюдение Материализовывало Материальную действительность Он получал ответы И Ну и получал То что он хочет Видеть Видеть То что он видит Получал Не знаю даже как сказать Божественный творец Божественное око Это В квантовой физике Наблюдатель Который Позиция наблюдателя На ситуацию Творит Материальную действительность Вот И чтобы Ты своим наблюдением Её мог творить Тебе нужен импульс Тебе нужно движение Тебе нужна энергия Но энергия Не в том понятии Как ресурс энергия Да Как То чего Не хватает Или там Может Уплыть Убыть И так далее А именно Как ток Как электричество Даже в стоячем предмете Я не знаю Взять камень Там молекулы двигаются Взять Не знаю Дом Молекулы двигаются Взять любой кусок чего-то Там всегда Беспрерывное движение Я вот говорю Про это движение Запускать У меня нету Ещё слов Вернее Такого словарного запаса Который мог бы Что-то объяснить Вот Это просто нужно Сделать И почувствовать И всё Так А вы проводите дикшу Да Я провожу Но провожу Вот движение У меня В постах Зайдите По ссылке В профиле У меня есть менюшка И в меню Написано У меня есть канал Телеграм Где вся информация Что я провожу Что я делаю У меня есть канал статей Все статьи Собранные за два года Интересные Которые помогут вам На трансформации Там ссылка На ютюб канал Где я подпишу Вопросы и ответы То есть у меня В меню Весь расклад есть Поэтому Ну как бы Такие технические вопросы И причём Я сейчас решила Ни в каких Соцсетях Вообще нигде Не упоминать Ни о курсах Ни о марафонах Ни консультациях Ни о чём Только на канале Телеграм Кому надо Вот зайдёт И туда посмотрит Почему Потому что Ну не хочу Эту рекламу Нафиг Надоело Так Нелли Как ты так легко Говоришь о стоимости Обучения У тебя 10 тысяч евро Как легко Научиться Называть суммы Большие И будь уверенной Что мир-то примет И даст этих денег Ян Я уже два года Веду эти курсы На любой курс Который бы я не объявляла У меня всегда Есть люди Никогда не было Чтобы не было людей На курсы Приходят люди Которые готовы У которых есть деньги Они уже добились Ну большинство Всего И им уже Не нужно Выживать Не нужно Достигать Просто смотрите Те люди Которые Еще не имеют Деньги Люди Которые Там не имеют Мужа Или семью Там Жену Детей Или еще что-то Они думают Что они Вот этого Всего добьются И станут Счастливыми У них Хотя бы Мотивация Есть Это делать А люди Которые добились И поняли То что Они Несчастны И счастье Им не принесло Абсолютно Ничего Ни деньги Ни семья Ни дети Вообще Ничего Понимаете И любовь Это тоже Не принесло Они готовы Отдавать деньги То есть Им нужно Освобождать Энергию Освобождать Свой сосуд Чтобы в них Что-то вошло Ту информацию Которую я даю Именно на курсах Она Не зайдет Сколько бы Там миллиард раз По видео Не рассказала Бесплатно Никто ее Не поймет Надо высвободить Такое количество Свободной энергии Чтобы эта информация Вошла Вот И я не гонюсь За деньгами Вы говорите Почему я называю Такие суммы А что в этих суммах Не так Я в деньгах Не нуждаюсь Ну то есть Как бы Мне не нужно Чтобы люди Ко мне приходили На курс Но если у кого-то Есть посыл Такой у него Есть эти деньги И он хочет Пожалуйста Я поработаю Меня по крайней мере Будет мотивация Работать А так Я счастлива Мне не надо Ни работать Ничего Я кайфую Радуюсь Желание не исполняется Только от твоего наблюдения Можно все получать Без денег Они приходят Задним числом Потому что В квантовой физике Ты всегда имеешь То, что ты хочешь У тебя нету Ничего того Чего ты не хочешь У тебя все Есть то, что ты хочешь И задним числом Если мы Настоящее Ну Если мы проживаем В настоящем То прошлое Складывается Задним числом Из настоящего Из этой точки То есть вселенная Там Хулионный раз В секунду Расхлопывается На кварке И собирается Обратно Делая точность Слепок Вашего сознания Если ваше сознание Меняется Меняется И весь мир Поэтому Не вижу вообще Препятствий Не то, что там Суммы эти называть Так Сейчас я еще Про суммы Прекратить Бояться денег Ну да Вы их боитесь Надо вам проработать 9 вопросов Почему с каждым вопрос Глубже уходишь В причину в себе А, ну может Стас Я ну как бы Не заморачиваюсь Там 9 вопросов 5 вопросов 10 вопросов Потому что Ну Это опять Какая-то схема Теорема Какой-то план Ну то есть Я же без плана Работаю Вот Если тебе помогает Углубляться На 9 ступенях Глубину Раскрывать Как матрешку Вопрос Пожалуйста Классно Так Да Я там была Я помню Тебя на видео Как игра творила В Черногории Да Но потом Мне просто Лена позвонила Или написала Не помню Она сказала Не хочешь ли ты Пройти 7-дневное обучение За 10 тысяч евро Я такая Ну да Классно Обучаться Своей собственной игре Которую я создала Да еще за такие деньги И еще Под именем Сергея Думаю Круто Ну я как бы Решила Что Не Не хочу И это было Очень круто Это было Так красиво Потому что В тот день Я поняла Насколько Я их всех люблю И Сергею Мариану Лену Вообще Я просто была Безумно рада Потому что Это самый лучший урок Который я получила Что Все что теперь Я создаю Мне не нужно Это использовать Я теперь Ну как в прошлом Видео говорила Да Счастье это путь Неконечная цель И вот именно Наполняет Жизненной энергией Именно то что ты делаешь Вот это творчество Потом это использовать Не обязательно Как раз затрагивали В прошлом видео Про девушку Которая испекла пирог Но его есть невозможно И она такая говорит Я на радостях его готовила Но он не получился Ну потому что есть его Не надо Энергию там сливать Но кайф ты получила В процессе готовки Все очень круто Так что за игра Ну 5D игра есть У Сергея Все я не имею Никого отношения Вообще не знаю Что это забыла Это было в прошлой реальности Вот в новой реальности У меня сейчас создается Новая игра Ко мне приедет Вика Блин с какого города Не помню Она была на курсе В Москве И мы продолжим С ней делать эту игру Она у нас на пару Делается В сотворчестве Вместе с Викой Что такое 4D 5D Так ну я уже рассказывала Но могу повторить Если еще раз Такой вопрос возник Но у меня просто сейчас Зарядки у меня Процентов 7 Не я думаю хватит Ладно Модель мира 3D Это когда Три координаты Ось Ось X Y Ну там Z Допустим Да Где ты находишься В точке В пространстве Ты идешь Там из прошлого В будущее И Временной Вот этот промежуток То есть Три точки Координат Где ты находишься В пространстве Времени 4D В основном Ее пропагандирует Там Зеланд Эзотерика Это когда Прибавляется В картине Мира Понятие Четвертой Величины Что В мире Существуют Одновременно Все варианты Событий И ты можешь Перемещаться Из одного Варианта Событий В другое То есть Материализовать Своя машину Путем там Визуализации И перейти Из одной Реальности В другую Это 4D 5D Вот все говорят Я там по технологии 5D Да это не технология 5D Это просто Квантовая физика Я вот ушла Из 5D Да как вы могли Уйти с квантовой физики Это просто Обозначение Картины мира То есть 5D Это не Какая-то там Технология Какой-то способ Чего-то Достичь Что-то там Сделать Нет Это просто Картина мира Как объясняет Квантовый мир Квантовая физика Квантовая механика Объясняет Как устроен мир Просто устройство мира Добавляется Пятая величина Пятая координата Где все варианты Сосуществуют Одновременно И ты Не переходишь Из одного Варианта В другой Ты находишься Одновременно Во всех Вариантах Допустим Взять радио Сергей Доматов Очень классно Объясняет Про 5D Все радио Существуют Одновременно Ты их все Слышишь Но не Внимаешь Все Ты внимаешь Только одно Но слышишь Все Они все Существуют На разной Частоте И ты колесико Покрутил И переключился С одной частоты На другую Но от этого Другие радио Не перестают Существовать Они все Существуют Они все Есть И ты все Их слышишь Но воспринимаешь Только одно На определенной Частоте Вот это вот 5D Это когда Все события Одновременно Мы проживаем События прошлого Будущего Настоящего Всех вариантов Проживаем Есть еще Картина мира Абсолюта С этой точки зрения Я сейчас Смотрю на мир То есть Не с точки 5D Когда вообще Нет энергии Там нет величин Там вообще Все по-другому Но я стараюсь Не рассказывать Про это Потому что Еще сознание Это до 5D Где-то не дошло А до абсолюта Так тем более Потому что У меня еще даже Слов нету Как это объяснить Я как бы понимаю Кто-то догоняет Ну там На курсах Но Считайте просто Я сумасшедшая И все Зачем мне об этом Рассказывать Сейчас это так проще Так Следующий Вопрос Это 7 минут Ой 7 минут 7 зарядки Ну и на 7 минут Наверное Осталось зарядки Подала на развод Муж и дети Считают Что я в секту попала Что такое секта Вот все говорят Секта 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 О чем Какая секта Вы просто Слушаете Людей Которые говорят О радости Которые говорят О причине В себе А люди Которые говорят Что ты в секту попала Это Сушняги ваши Это ваши шаблоны Мышления Которые не хотят Вас отпускать С позиции жертвы Это Просто Люди Которые Ну прикинь Они вас вампирят А вы такие Хе-хе-хе Я теперь больше Не дам себя Повампирить Я становлюсь Неудобной Непонятной Странной От меня Непонятно Чего ждать Конечно же Страшно со мной Поэтому я в сект Ну как бы Других-то аргументов У людей нет Это их проблемы Понимаете У вас есть воля Выбирать Всегда есть воля Выбирать Как вам думать Под чьё влияние Подпадать Под влиянием Мужа сейчас Вы Муж и дети Вот это Самая настоящая Секта Я хочу вам сказать Вот это реально Секта Так Пару дней Знакома была С парнем Мне выходит Из головы Кажется Что идеально Но вот как Не думать о нём Почему Подумайте о нём Узнайте Для чего Вы вообще Его привлекли Свою жизнь Посмотритесь на него Как в зеркало И просто Это были вы Вы увидели себя Настоящего Ну как бы Внутреннего Творца своего Проанализируйте Всё там И Обратите У себя Внимание На эти качества Начните их развивать Потому что Если вы сейчас Начнёте себя познавать Вы начнёте В себя влюбляться Когда вы начнёте В себя влюбляться Поверьте Вы сейчас влюбитесь В 100-500 парней Сразу в отношения Не вступайте Потому что Вам придётся Очень много Поменять Ну Поэтому Вы просто Смотрите На всех Начинайте Видеть В них себя Видеть эти качества И плохие Хорошие Всё принимаем Всё моё Всё своё Долюбливайте И Чем больше Вы будете Узнавать себя Тем ближе Ваш мужчина Внешний Будет к вам И когда Вы уже Полюбите себя Тогда вы Встретите себя В мужском обличье Ну это Это Девушка Говорит Для парней Вы встретите себя В женском обличье И всё будет Коннект Прикольный Если вам Уже понравился Парень То это Уже первый Звоночек Что вы Начинаете С собой Работать И познавать себя Теперь Посмотритесь На него Внимательно Если денег Нет Значит Ещё не готовы Трансформироваться Но вы готовы Трансформироваться Но пока Я вам не нужна Ну как бы На такие Космические скорости Смысла нет Представьте Да Мы на обучении Там диктанты Пишем А вы ещё Азбуку И не изучили Поэтому Сейчас потихонечку Начинайте работать С собой Принимайте Причину в себе Когда вы Наполняетесь Творчеством Делайте всё По-новому Кайфуете От этого У вас Есть движуха У вас Есть свободная Энергия И если У вас Есть свободная Энергия То у вас Есть и деньги Соответственно Их не может Не быть Потому что У вас Есть всё О чём Вы думаете Но когда Вы в движухе Когда Вы излучаете Эту энергетику Когда Вам хорошо Если Если Вам Сейчас Станет Хорошо Пофиг Есть У вас Деньги Нет У вас Деньги Вы Начнёте Радоваться Солнышку Радоваться Этому Дню Да Что Вы Проснулись То Что У вас Такое Пиздатое Съела Красивые Волосы Красивые Глаза Посмотрите В зеркало Пощупайте Себя Погладьте Обнимите Расцелуйте Зеркало Начните Кайфовать От всего От того Как вы Выглядите Что вы Можете Порисуйте Попрыгайте Потанцуйте У вас Запустится Эта Энергия И Когда Она У вас Есть То Любое Ваше Внимание Материзует Всё Что Вы Хотите Но Вы Даже Если Вы Это Делаете Начинаете Сливать На деструктив На прошлое Будущее Когда Вы Начинаете Рисовать Вот Эти Воздушные Замки Думать О Прошлом Когда Вы Думаете О Прошлом От Воспоминаний Каких То И Так Дали Оно Уже Ушло Зачем Вам Про Это Думать Его Уже Не Вернуть Толку От Него Никакого Нет Вы Думайте И На Это Уходит Очень Много Энергии Которую Вы Сгенерировали Понимаете На Этих Всех Радостях Кайфушках Думайте О Будущем Строите Планы Вы Точно Так Же На Воздушные Замки Теряете Будущее Еще Не Наступило Что О нем Думать Никто Не Живет Вы Все Мертвые Ходите Либо В Прошлом Либо В Будущем В Иллюзиях Вы Спите Сейчас Никто Не Сейчас Оглянитесь Вокруг И Старайтесь Себя В Момент Вернуть Когда Вы Сейчас В Момент Возвращаете Себя Вот Тогда Вы Наполняетесь Этой Энергией Тогда У вас Будут Деньги Тогда У вас Будут Блага Тогда У вас Будет Все Что Вы Хотите Но Только В Тот Момент Когда Вы Поймете Что Жить Надо Сейчас А Вы В Будущем Находитесь Либо В Меньше 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 Ваше Тело Начинает Умирать И Тело Начинает Вам Сигнализировать Болячками Обрати На Меня Внимание Обрати На Меня Внимание И Если Вы Уже Доходите До Ручки И Болеете То Это Просто Перестать Жить В Этих Шаблонах Как Их Трансформировать Осознанием Осознайте Для Чего Вы Это Делаете И Вам Никто Не Поможет Никакой Гуру За Вас Ответы Не Даст И Как Осознавать Тоже Никак Не Даст Каждый Индивидуально Осознает Так Как Он Осознает Своим Собственным Уникальным Способом И По Другому Это Невозможно И Донести Я Вам Не Могу Придумать Очередной Вам Способ Дать Который Такой Же Ну Бесполезный Потому Что Он Извне Он Не Они Нахер Вам Не Нужны Что Вам Нужен Свой Способ И Все Так Поехали Дальше Ты Стала Более Равновешенная Я Стала Более Равновешенная Ну Типа Типа Из-за Тебя Сто Процент Нелегким Образом Притянуть Что Я Желаю Научи Вот Только Пинок Подскажи Мы Ничего Не Притягиваем Мы Принимаем Мир Таким Как Он Есть Посмотрите Разорвать Ну То Есть Как Бы Вам Не Хватает Что То Да Вы Хотите Это Но Вам Придется Пожертвовать Разорвать Связи С чем То Другим Но Поверьте То Что Вы Потеряете Будет Намного Печальнее Чем То Что Вы Не Получили Секта Даже По Вики Клуб Секта Даже По Вики Клуб По Интересам Ну Да Наверное Я Поняла Бог Б Я Поняла Я Завтра Все Шмотки Выкину Так Все Шмотки Не Нужно Смотрите По Поводу Вещей Когда Мы Выкидываем Блин Это Очень Важно Мы Выкидываем То Чем Мы Не Пользуемся Если Вы Любите Свои Платюшки Блин Не Надо Их Выкидывать Если Вы Любите Свои Сумочки Не Надо Их Выкидывать То Что Вас Наполняет От Переходит На Маразм Просто Какой-то Брать И Все Подчистую Там Сжигать Если Вы Любите Свою Шубу Которую Носите Любите Ее До Скончания Веков До Тех Пор Пока Вы Любите Пускай Она Будет С вами Вот Она Вас Наполняет Энергией Так Оставьте Себе Этот Источник Кайфа Так Здравствуйте Здравствуйте Ирина Я Обывшим Не могу Перестать Думать Самое Стыдно Перед Собой Уже Два Года Как Разошлись Я Когда С парнем Разошлась На Камчатке Блин Я Десять Лет Не Могла Вообще Ни С У Далматова Я Поняла То Что Держась За Старое Я Не Смогу Впустить Новое Поэтому Я Заявляю Волю Для Чего Он Пришел Ко Мне В Реальность Что За Актер Что Он Хотел Сыграть Заявляю Волю Осознать Посидела Посмотрела Какая Я Внутри Какая Мужская Энергия Во Мне Вот Этот Творец Во Мне Приняла Кайфанула Простила Его За Все Бля Как Рукой Сняло И Просто В Моя Жизнь Начали Приходить Мужчины Нелли Хорошо Тебе С этой Стрижкой Еще Раз Да Чего Просто Волосы Отрезали Все Было То же Самое Только Вот Так Ну Да Может И Хорошо Спасибо Если Я Мечтаю Длинных Волосах Так Не Берегите Душу Они Никак Не Отрастают За Десять Лет О Чем Говорит Мало Энергии Да Хрен О Знает Идите Нарастите Проблема То Я Не Ношу Просто Жалко Было Выкину Дорогие Были А Ну Идите Выкиньте Если Не Носите И Вообще Вообще Как я Делал Как я Выкидываю Я Беру Пакет Прозрачный И Ставлю Одежды Возле Мусорки Не В Саму Мусорку А Ставлю И Люди С радостью Забирают Пускай Забирают Просто Мне Лень На Авито Отдавать Я раньше Отдавала На Авито На Юле Вот А То Что Я Золото Сумками Выкинула Я Просто Не Хочу Золотом Ну То То Как бы Вещь Это Необходимая Вещь Человек Может Ее Носить С удовольствием А Побрякушки Дарить Неимущим Это Бред Ну Вообще Согласитесь А Кто Имущий Тому На Не Надо Поэтому Я Их Выкинула Из Сумки Из Крокодиловой Кожи А Вот Вещи Пожалуйста Я Как бы Беру И Просто Ставлю Отдайте Кому Нибудь Только Не из Чувства Жалости Потому Что На Жалость Вы Сльете Всю Свою Энергию Я На Марафоне У тебя Нелли Все Выкинула Что Не Носила Единственное Фото Первого Брака Не Выбросила Кстати Был Женат Увела Из Семья Теперь После Развода С Его Жена Это Тоже Хочет Она Проходит Свой Урок Муж Ее Твой Парень Проходит Свой Урок Ты Свой Но Осознай Зачем Тебе Это Может Ты Уже Осознаешь И Перестанешь В это Играть И Найдешь Уже Себя И Вы Вместе Будете Делать Новое Третье Ребенка А Изнасилование В детском Возрасте О чем Говорит Но Так Как Я Позиции Либо 5D Либо Абсолют Либо Хотя Б 4D Я Смотрю Из Позиции Причина Во мне И я Творю Здесь И Сейчас Из Этой Точки Которой Сейчас Нахожу Прошлое Просто Сейчас Представьте Что Вы Есть Та Маленькая Девочка Ваша Душа Которую Вы Насилуете Ну То Что В этом Нужно Какой Урок Излечь Что Нужно Осознать То Ваши Воспоминания К вам Приходят Только Для Того Чтобы Вы Получили Какой-то Урок Душа Собирает Эти Уроки Опыт Мы Растем Мы Живем Благодарю Светишься Так Если Отдам Сестре И Дочке Вещи Это Не Освобождение Энергии Да Отдавайте С радостью Почему Нет Я Тоже Отдаю Что Негоже То Маме Положим Она С радостью Потому Что Она Знает Что Ну Я Очень Аккуратно К вещам Отношусь У меня Вещи Всегда Хорошие Она Прям Кайфует И Она Сама И Долго Не Носит Она Три Раза Дело Подружкам Отдает Короче У Нас Эти Вещи Передаются Все Нормально С Этим Что Вы Переживаете А Ты Чего Не В Подъезде Зачем В Подъезде Олеся Посмотри Какая У меня Охеренная Куртка И Все Никак Не Могу Прочитать Бренд Мара Не Помню Короче Кто Знает Бренд Он Крутой Поэтому На улице Очень Тепло Хорошо Чего Мне Там В Подъезде Быть Так Вообще Я Очень Редко Выхожу На улицу Дышать Свежим Воздухом И Для Меня Посидеть Возле Подъезда Это Вообще Это Как Будто Я В Так А я Один раз Наращивала Волосы Потом Почти Лысо Осталось Хочу Отрастить Свои Блин Ну Я Творец Всемогущий Ну Если Ты Не Даешь Себе Разбери Почему Ты Хочешь Чтобы У тебя Не Было Почему Ты Хочешь С короткой Стрижкой Ходить Если Мы Говорим О Принятии То Тебе Надо Реально Это Принятие Полюбить Ну То Что У Тебя Есть А Там Уже Реальность Поменяется Даже Не Вспомни Что У Тебя Были Короткие Волосы Но Это Только После Принятия Других Способов Знаю Но Смысла Как я Уже Говорила Терять Что Типа Эзотерики Не Хочу Даже Говорить Есть Очень Много Способов Магия Эзотерика Очень Много Техник Которые Реально Работают Они Все Работают Причем Работают Вот Так Я Раньше Эзотерика Занималась Десять Лет И Магией Занималась Блин И И На Таро Гадала И Хиромантию Эту Знала И Астрологией Бля Чем Я Только Не Занималась Это Был Пипец Опыт Это Все Работает И Причем Вот Так Но Сейчас Я Считаю Что Блин Для Моего Мира Для Моей Картины Мира Принятие Это Самый Экологичный Самый Офигенный Способ Тотальное Принятие Тотальная Любовь Блаженство Благодать Кайф Радость Где Ничего Не Нужно Менять Если Я Творец Это Сотворила Ну Я Так Художник Я Так Хочу Я Так Хочу Я Хотела Нарисовать Вот Такую Картину Мира Я Нарисовала Зачем Мне Менять Я Не Во всем Пронизывает Все И просто Мое тело Ну как Проводник Ладно Когда я на эти темы Начинаю говорить Особенно в прямом эфире У меня что-то начинает Горло болеть Не могу Я рассказала Раньше вообще Из дома не выходила Как справилась Тут 50 на 50 Если я выхожу из дома Только с самолета На самолет Из страну В страну Из гостиницы В гостиницу С пляжа На пляж От одного Какого-то Там Музея К другому А вот так вот Чтобы пойти погулять Для меня это редкость Я не знаю Я почему-то Бесцельно Не могу это делать Мне нужна цель Какая-то Вот А Потом все так сложилось Что мне кажется Всегда так было Что я всегда была свободна И всегда путешествовала Просто отголоски Того прошлого Которое у меня еще В голове есть Говорят Что все-таки Так не всегда было Но Я уже сама сомневаюсь Всегда так было Или нет Когда много энергии Можно Осознавать себя В нескольких реальностях Прям В разных реальностях И видеть События Которые будут Там через час И когда Я это иногда делаю Я сама поражаюсь Поэтому Сейчас вот настолько Все смешалось Я каждое утро Просыпаюсь И говорю себе Что это новый день Новое тело Новое я И ничего не знаю И ничего не помню И круто начинаю Смотреть на мир заново Вот это самое крутое чувство Вообще Какое может быть Я учусь сейчас Именно вот это Мне хочется Попрактиковаться Именно вот такой модели Так Я фото Которое бессилие порвала Которое нежное отношение Чувствовала Оставила Ну хорошо Тебе придет Если желание Все убить Убьешь Дочка на двойку Закончила Четверть О чем мне Это все Как быть Она не слышит меня Говорит Что не хочет Что без учебы Можно все Лена Она права От того Что она такая Бунтарка И делает что хочет Это круто Я У меня выгоняли Из двух школ То есть Девятый Из девятого класса Выгнали С одной школы Сказали Блин Вообще уходи Я перешла в другую С другой школы В десятом классе Меня два раза выгнали Я перешла В третью школу Потом в четвертой школе В итоге закончила Одиннадцатый класс Это был пипец Меня выгоняли За двойки Прогулы И я очень плохо себя вела Очень плохо Била девочек Мальчиков И была очень страшной девочкой Вот Но Я хочу сказать Что все двоечники Которых я знала По разным школам Они очень крутые Бизнесмены Добившиеся всего Они свободные Не ограниченные В этих шаблонах Рамках Правилах Оценках Понимаете А все отличницы Не состоялись Поэтому Есть о чем задуматься Я не призываю То что не нужно учиться Но я призываю То что не нужно Вот так относиться Так осталось Две минуты Эфир закончится Ровно час Так читаю Мне самое трудное Накопать Для чего я что-либо хотела Не получается Пробуй дальше Я вас целую Вот Я очень рада была Что вы меня проводили До дому Спасибо большое Ты кайфушный Суперчеловек Рада что у меня Дочка двоечница Ура Как только Ты это приняла Поверь мне Скоро будут Одни пятерки Как только Ты от нее Отстанешь Мама от меня Отстала И сказала Нелли Учись как хочешь Она в третьем классе Но дело в том Что я была отличницей С пятого По восьмой класс Потом на двойки скатилась А с первого По третьей Я прогуливала Все время школу И всегда приносила Двойки Мама сказала Короче Первый класс Она со мной Помучилась Сказала Учись как хочешь Вот Я набила шишки Поняла то Что мне надоело Получать двойки И я стала Отличницей И ходить на все кружки На всех олимпиадах По черчению По математике По русскому По литературе Я была лучше в школе Только потому что Мне мама дала полную свободу Когда меня не ограничивают Я хочу Как только Хоть есть какая-то рамка Хочется за эти рамки Выйти Порвать их Убить Это просто реальное сопротивление Когда вы человеку говорите Ну скажи как ты меня любишь Мужчук говорит Иди на хуй Вот А когда ты ему это не говоришь Не заставляешь его насильно что-то говорить Он тебе и цветы будет дарить И подарки И так далее Вы сами делаете вот эти рамки Естественно человек Ну как Взбрыкивается Типа какие рамки Вы че блин Я хочу Быть свободным Вот Это просто вот такое Вот А в подростковом возрасте Так это вообще Все ваши тиски Только ухудшают положение Так Сохрани эфир пожалуйста Ну да Я сейчас попробую Так 18 секунд осталось Все я завершаю Пока-пока-пока Продолжение следует...